17 ноября перед нами во всей красе предстала секция самбо, которая проводит свои занятия в борцовском зале. Тренер Павел Черников. После небольшой, но активной разминки спортсмены продемонстрировали некоторые элементы борьбы с самбо и показали тренировочные схватки. По словам тренера, это старшая возрастная группа, где ребята имеют уже высокие спортивные результаты, как на областном уровне, так и на российском. Кроме старшей группы, в секции самбо занимаются ребята и младших возрастных групп. В самый разгар тренировочного процесса спортсмены-самбисты показали элементы ультра-Си, преодолев в прыжке пирамиды из покрышек высотой 6, 7, 8 и 9 штук. Они спокойно могли бы участвовать в конкурсе «Слабо» передачи «Сам себе режиссер». Во время занятий ребята успели рассказать о своих достижениях. В моей категории было 47 человек. Я провел 7 схваток, из которых 4 выиграл и 3 проиграл. В полуфинале боролся с Чебоксарцем и проиграл ему 3-1. Он занял первое место. Перед этим я проиграл также с Чебоксарцем, тоже 3-1. Мне понравился турнир и занял 3-е место. Я выступил, занял первое место. Я не тренировался, была травма сначала. И думал, выступлю плохо. Получилось все хорошо, отборался 9 схваток. Вышел в финал. С мальчиком 1994 года, из Екатеринбурга, Уралмаш. Выиграл его 2-0. Занял первое место. Я участвовал в турнире по рукопашному бою, посвященному Дню МВД России. Открытый турнир был в Саратовской области. Приезжали рукопашники из других регионов, областей. В финальной схватке я проиграл с счетом 5-4. На последних 10 секундах я проиграл борцу из Екатеринбурга, из спортивного клуба «Универсальные бойцы». Занял второе место. В принципе, турнир мне очень понравился. Было очень интересно обменяться опытом с другими бойцами. Впечатления о турнире? Да, я также участвовал уже второй год подряд. В том году я проиграл схватку за третье место. В этом году я уже ехал, чтобы занять какое-то призовое место. И я шел к этому целый год. И вот, наконец-то, занял третье место. Сколько у тебя было схваток? У меня было две схватки. Первую я проиграл финалисту, который в дальнейшем занял первое место. Проиграл с счетом 3-1. И в дальнейшем это позволило мне выйти на схватку за третье место, который я выиграл с счетом 10-4. Молодец, так держать. Спасибо. Впечатления обширные. Очень интересно, понравилось. Конечно, жалко, что проиграл за третье место. Буду лучше стараться и в следующий раз постараюсь занять призовые места. Сережа, у тебя как впечатления? Да, хорошее впечатление. Много хороших, опытных бойцов было. Но жалко, конечно, что во втором бою проиграл. Вот что сказал о своих воспитанниках тренер по самбо Павел Черников. В общем, общее количество число учащихся, где-то более 100 человек в зале занимается. У меня две группы, это подрастающее поколение, 7-летние ребята, которые пошли в первый класс и сюда в первый раз в спортивную школу. А это уже опытные ребята, которым по 15-16 лет, они уже ходят по 5 лет сюда, занимаются, хотят выполнить какие-то результаты. Ну, у каждого в своем получается, как говорится. Павел Черников благодарит всех спонсоров за помощь и своих друзей, которые поддерживают его в спортивных начинаниях. Продолжение следует...